Привет, друзья! Сегодня делаем невероятно вкусный слоеный салат, который я впервые попробовала много лет назад у своей свекрови. Правда, заправку для этого салата я придумала свою, немного другую. С такой заправкой, мне кажется, салат только выиграл. Салатик получается невероятно вкусный, нежный и он украсит любой праздничный стол. Итак, начнем. Сразу подготовим продукты для салата. Твердый сыр, отварной картофель, вареную морковь, вареные яйца, трем на крупной терке. Небольшой пучок зеленого лука мелко режем. А вот теперь берем майонез и сметану, выкладываем их в высокий стакан или банку, добавляем к ним консервированный горошек и погружным блендером превращаем в абсолютно однородную массу. Получается очень вкусный соус. Если добавить зеленый горошек в салат целиком, получается грубо. А в соусе присутствует только оттенок вкуса горошка и он украшает салат. Для удобства перекладываем соус в кондитерский мешок или полиэтиленовый пакет. Также нам понадобится баночка шпрот. Выкладываем шпроты на тарелку и разминаем их вилкой. Хвостики у рыбок я убрала. Теперь можно начинать сборку салата. Смазываем дно формы соусом и первым слоем выкладываем картофель. Картофель разравниваем, но не утрамбовываем, чтобы он остался рыхлым. Смазываем картофель соусом. Следующим слоем у нас идут измельченные шпроты. Распределяем их равномерно по картофелю. Снова наносим сеточку из соуса. Посыпаем шпроты мелко нарезанным зеленым луком. И снова сеточка из соуса. Теперь идет слой вареных яиц. Равномерно распределяем их по поверхности салата, но не придавливаем, чтобы салат остался рыхлый и воздушный. И снова небольшая сеточка из соуса. Настал черед слоя из вареной моркови. Ее тоже равномерно распределяем по поверхности салата, но не придавливаем. Теперь можно немного посолить салат и если хотите посыпать смесью перцев. И снова наносим небольшую сеточку из соуса. Этот слой соуса я распределяю равномерно по моркови, потому что он у нас заключительный. Нам осталось посыпать салат сверху тертым сыром. Салат в общем-то готов, но его нужно красиво украсить. Украшать красиво я не слишком умею, поэтому как разыгралась моя фантазия. Решила сначала сделать совсем тоненькую сеточку из майонеза по всей поверхности салата. По краям салата выкладываю небольшие листики петрушки, а из более крупных веточек петрушки делаю вот такой красивый узор в одном углу салата. Каждый получившийся ромбик кладем по колечку зеленой оливки. Зеленые оливки тоже очень украсят вкус салата. Необходимо убрать салат в холодильник настояться на 2-3 часа, а на следующий день мне этот салат показался еще вкуснее. Надеюсь, что вам понравился этот простой, но очень вкусный салат. Готовьте, а в комментариях пишите, что у вас вышло. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита! Пока-пока!